Всем доброго времени суток! Я решила сделать быстренько видео. И я хотела показать вам группу ирисов, высоких бородатых ирисов, которые мне нравятся. Здесь неизвестный ирис, это пересорт, такой темный, чернельный, да, фиолетовая чернела. И он уже такой подуставший, но вот здесь были синие в центре, вот еще немножечко осталось. Синие чернила стекали по фиолетовым. Это было очень красиво, но сейчас еще тоже хорошо. Итак, и в компании с этим ирисом растет ирис Paint Brush. Вот такой. Сейчас я вам поближе его покажу. Не знаю, не уверена, называется ли такой, такая расцветка плеката с веснушками. Ну, веснушки тут имеются. Вот этот распустился вот только что. Он не зеленый, виден зеленый негий оттенок, но его нет, это просто тень падает. Вот такая компания меня устраивает. Они друг другу как будто не мешают. Не мешают. Заметен и этот ирис, и эта группа тоже. И когда будет несколько цветоносов Paint Brush, будет даже лучше. Ну, он посажен здесь в прошлом году, и пока только один цветоносный. Итак, вот затверд первый пион. Это сортовой. Где-то имя у него было. Сейчас скажу. Я, конечно, его не помню. Так, но Паула Фэй как будто так прочитала. Ну, этот вот сильно раскрыт. Вот эти лучше выглядят. По-моему, это анимоновые цветы. Ну, такая форма, по-моему, так называется. Всякий мусор я напоминаю для тех, кто, может, первый раз зашел ко мне. Потому что у меня куры по саду гуляют на свободном выгуле. Ой, какой лохматый. Сад небольшой. Я показываю 50 тысяч раз уже его, наверное. И вот эти ирисы сибирские я уже показывала в тот раз. Но цвело только два цветоноса. А теперь он расцвел, пожалуйста, весь кост. Так, вот еще ирис. Он цветет очень красиво. Имени его я не помню. С рожками. Цветки. Так, вот уже очень красиво тоже цветет чертополох. Вот сколько цветочков на нем распустилось. И скоро зацветет расторопша. Ну, а рододендрон такой. Тоже у него очень много веток внизу. Надо будет их меньше после цветения. Я их отрежу. Ну, так, что еще? Красивейший хрустальный ирингиум. Ну, посмотрите. Капельки дождя держит. Да. А здесь Радохипоксис. Вон его детка появилась. Смотрите. Детка. Я не знаю, это семечка или это корневая поросль. Не знаю. Много бутонов. И они еще будут долго-долго показываться из земли. Посмотрим. По-моему, с неделю цветет Радохипоксис. И это альпийское растение. Ему лучше бы на альпийской горке быть. Ну, вот оно у меня здесь. Докольник пока не цветет. Но, смотрите, уже синеют его лепестки. Показались. Вот такой здесь месс. Как в лесу. Я бы сказала, что у меня растет все, как в лесу. И это мне нравится. Мне как раз это очень нравится. Банка стоит. Она там прикрывала хосту. Подарили мне один огрызок. Но, похоже, не выжил. И вон, смотрите, на беричину забирается. Ну, я, правда, подвязала веревкой. Плетистая децентра. Вот она. Это ее ветви. Вон у нее есть такие усики. Она ими цепляется. Он ищет, где бы зацепиться. Ой. Я все время забываю сказать, что у нас восьмая климатическая зона. Мы живем недалеко от Сиэтла. Так. Этот уже все устал, бедный. Ага. Давайте посмотрим на диспорум. Сейчас скажу. Континенция. Вот. Так. Начинает цвести вот эта азалия. С крупными цветами. Я не знаю, попробую показать, видно ли будет разницу между соседней азалией такого же цвета, мелкими цветочками. И вот эта. У нее сантиметров пять в диаметре цветки. Вот этой вот крупной. Азалия. Так. Моя любимая роза. Жак-Лен-Дюпрем. Покажи розочку. Очень красиво цветет рядовой ирис. Очень много цветоносов в этом году. Это, по-моему, его не то третий, не то четвертый год у меня в саду. В прошлом году, по-моему, пять цветоносов было только. А до этого еще меньше. Ну вот. Освоился. Хорошо. Так, вот здесь вот еще один видовой ирис. Но он смелся от дождя. У него вообще заваливаются цветы. Они, когда расцветают, очень тяжелые и ложатся на землю. Тоже видовой. Какалия роскошно выглядит. Красивые листья, высокие. И еще одна какалия цветет. Вот ее цветонос, вот ее листья, а вот цветонос. Ну, цветок не представляет никакого интереса. Самое интересное в этом растении его листья. Какая мощная Анжелика. Анжелика у меня только одна вот такого вида. С красными будет цветами. С зелеными цветами уже цветет непонятно, по какой причине она решила цвести. Я вам показывала ее в прошлом видео. Это веигела, по-моему, называется или нет? Нет, не тронуло мое сердце этот кустарник. Но он здесь очень популярен. Когда был разгар цветения этого рододендрона, я его забываю показать. Прохожу мимо каждый раз. А цвел он роскошно. Может быть, я найду видео и вставлю кусок. Так, и вот еще один старый рододендрона у меня в саду. Я его обрезаю. Был бы он уже, наверное, очень высоким, если бы я дважды не обрезала его почти до земли. Но больше я решила этого не делать. Итак, вот он цветет. Это его уже пик цветения. Я думаю, что уже все цветочные бочки раскрылись. И вот такая красота. Замечательно. Роскошные цветения всегда. Даже уже что-то отваливается от него. Сначала темно-розовые распускаются цветы, потом они все белеют, белеют, белеют. И практически белыми становятся. Вот такая нежность здесь. В части огорода, где огород у меня, пожалуйста, роскошно цветут луки. Вон, как красиво. Этими цветочками украшают блюдо из мяса. Цветочки съедобные от волокон. Пшнит.